Сегодня я нахожусь в чрезвычайно интересном месте. В месте, где рождаются на свет самые необычные фантазии авторов. Где из кусочков глины появляются всем нам известные предметы обихода. Причем в самом разном, иногда даже неожиданном исполнении. Мы в гончарной студии лепим счастье. Гузель, расскажите о себе, кто вы по образованию? По образованию я педагог, психолог, экономист. И все мои, скажем так, труды в обучении, они пригодились. И все это сложилось в один единый пазл. И я использую это, свои знания, как раз в своей гончарной студии лепим счастье. Как состоялось ваше первое знакомство с керамикой? Мое первое знакомство произошло просто волшебно. Я проезжала мимо гончарной студии Юлия Коваленко часто. И проезжая эту студию, я мечтала о том, чтобы посетить ее. И в один прекрасный день у меня появилась такая возможность прийти, познакомиться, прикоснуться к этому творчеству. По-другому я это не могу назвать. И получилось так, что мы познакомились с Юлей. И с первого дня я просто заболела керамикой. Вы что-то еще пробовали, прежде чем понять, что именно гончарное искусство вам интересно? Да, я всегда была в активной позиции. Я занималась бизнесом с 16 лет, насколько себя помню. Всегда я что-то пыталась продать, купить, что-то производить. И это было интересно. Но все-таки творчество, оно именно раскрыло мои потенциалы, которые необходимо реализовать каждому человеку, если они заложены в нем. Вот благодарю Юлию Коваленко за то, что она мне дала такой толчок. То есть вы изначально видели это как бизнес, способ заработка, или это было творческой реализацией себя? Это больше была творческой реализацией себя, потому что к этому виду деятельности нельзя относиться только как бизнес. Сюда, конечно, есть, да, правда жизни, где нужно получать какой-то доход. Если же ты чем-то занимаешься, никто просто так деньги не принесет за то, что ты служишь людям, да, и творишь добро, и творчество, радуешь людей этим. Но получается так, что больше это творчество. Как вы решились открыть мастерскую? Познакомилась с гончарной студией, я, у Юли, с Верой. Мы с ней начали дружить. Общаясь с Верой, мы пришли к тому, что хотим вместе запустить гончарную студию уже свою. И запустили свою гончарную студию, долго думали над названием, и поняли, что происходит, как назвать гончарную студию, что происходит с людьми. Они становятся счастливыми. И мы решили назвать гончарную студию «Лепим счастье». И таким образом у нас появилась такая еще одна волшебная гончарная студия. Расскажите о деятельности, уникальности вашей мастерской. Наша мастерская уникальна тем, что люди, когда приходят сюда, к нам, да, любые. У нас приходили спортсмены неожиданно, им дарили жены сертификаты подарочные, да, на день рождения, к примеру, они приходили к нам на занятия. И как-то у нас был случай такой, пришел к нам спортсмен, совершенно не готов к творчеству, он пришел с другими целями. Он не думал, что он попадет вот именно в творческую атмосферу. И немножко растерялся. И буквально через 15-20 минут он настолько растворился здесь у нас. И говорит, я так давно не отдыхал, потому что лепил последний раз, наверное, в детстве что-то из пластилина. И у него время просто остановилось. Вот, наверное, самое главное, что люди, приходя сюда, они здесь и сейчас находятся в процесс, когда что-то творят, создают. Расскажите, пожалуйста, о своей команде и как вы подбирали единомышленников. Сейчас я единственная руководитель нашей гончарной студии. И у меня самый главный помощник – это моя дочь Софья. Софья – это мой ангелочек, который всегда рядом со мной в любой трудной ситуации. И, в общем-то, как говорится, поддержка колоссальная. Вкладывайте, инвестировайте знания в детей – это самый выгодный. Ой, даже не знаю, как сказать. Проект, наверное, самый выгодный. Есть в нашей команде также мастер Анна. Она мастер с большим именем. Я не постесняюсь сказать, один из лучших керамистов нашего города, который создает такие прекрасные вещи. Она проработала в Крыму на заводе керамики живописцем 12 лет. И как бы это для нас большая честь, что она в нашей команде и помогает нам создавать красоту. Можете рассказать про саму гончарную технологию и в чем она заключается? Придя в гончарную студию, люди приходят и говорят, я хочу сделать вазу. Вот такую вот, к примеру. Мы говорим, окей, вы ее сделаете, но не сейчас. Через определенное количество занятий вы ее сможете сделать. Но даже я сама, будучи керамистом, и в гончарине один раз в день, сидя за кругом, пока не могу сделать вот такую вот большую вазу. Для этого нужно большое количество часов и тренировок. Мы работаем с красной глиной, с фарфором и с фаянсом. Как бы в основном, конечно, у нас в работе используется вот эта вот глина. Называется она фаянса МКФ-2. Правильно ее, если забить и поискать в интернете. Глина, в общем-то, удивительный материал. То, что иногда, взяв его в руки, маленький кусочек глины, мягкий, податливый взяв в руки, кажется, что ты создашь сейчас что-то вот конкретное, да? Поставила себе цель. Но когда ты в расслабленном и легком состоянии творческом, можно создать из кусочка глины, начать с одного, а закончить с другим. К примеру, ты хочешь сделать вазу, а в итоге может у тебя получиться какая-нибудь тарелочка красивая или подсвечник, если ты в творческом легком состоянии. Что происходит с изделиями после того, как вы их слепили, как вы их украшаете? После того, как создали изделия, мы можем задекорировать их. Для этого можно использовать просто ручную лепку, можно на круге создать декор, да, используя разные инструменты. Можно использовать молды, которые помогают задекорировать начинающим, новичкам, да, в лепке. Сейчас я их достану. Вот, к примеру, вот такие вот формочки в форме цветочков, в форме бантиков, которые можно пирожные, вот видите, на вашей чашечке как раз таки, которые можно вылепить из этих форм и приклеить их на изделие. Изделие после того, как его создали, его необходимо посушить. Примерно неделю изделие сохнет, после этого идет на обжиг в печь. Печь у нас, это сердце нашей гончарной студии, как на любой кухне. Как я всегда смеюсь, раньше у меня было производство, мы пекли там пироги. Доставка была пирогов, татарская кухня. И вот я говорю, раньше пекли пирожки, а теперь печем горшки. Вот, и в печи происходит обжиг на протяжении суток. Это от 15 и выше часов обжигается изделие, затем изделие печь остывает. Ее температура обжига от 1050 градусов и выше. В зависимости от критерия температурного режима, материала, который мы используем. А есть ли у вас любимые коронные изделия и к производству чего у вас самой лежит душа? У меня самые любимые, наверное, это разные чашечки кофейные, для чая чашечки. Такие вот маленькие, вот это как раз в процессе, да. Потому что я очень люблю заряжаться с утра хорошим настроением из своей чашечки. И советую людям приходить к нам и создавать изделия своими руками, для того, чтобы начать именно день. Знаете, своя чашка, она несет какую-то определенную энергетику, посуда. Она заряжена, во-первых, твоей энергией, да, когда ты ее сам создаешь. И когда ты пьешь чай из нее, чай какой-то необыкновенно вкусный, даже кофе утренний. Это, ну, не объяснить, это нужно просто прийти и сделать. Да, я согласна. Вы создаете продукцию под заказ? И расскажите, с какими необычными заказами вы встречались? Да, мы часто создаем изделия на заказ. К нам приходят с таким запросом. Ну, например, был недавно запрос сделать чашечку, которая разбилась у девушки. Ей дарила ее еще прабабушка. Вот, и получилось, что у нее была чайная пара. И мы повторили полностью копию разбитой чашечки. Блюдце у нее было. И разбитую чашечку она принесла. И мы повторили, создали. Потому что она говорит, что для нее была эта чашка очень дорога, как подарок. И подарок был ценен. И ей хотелось его восстановить. Мы помогли ей восстановить эту память. Так, в настоящее время в магазинах есть посуда с самым разным дизайном. Из самых разных материалов. Но все-таки глиняная посуда, возможно, вот она самая древняя, притягивает к себе внимания больше покупателей. Почему, как вы думаете? Ой, я считаю, что глиняная посуда, вот, можно глину назвать не просто... Глина, она не просто материал, да? Глину можно назвать живой. Потому что она на самом деле очень чувствует настроение человека. Если человек сел с плохим настроением создавать изделие, как правило, не всегда получается сразу. Но постепенно глина выравнивает. Настроение улучшается, когда работать начинаешь с ней. Есть такое свойство у глины. Ее называют волшебной, потому что она запоминает запах. Вот. Глина пористая, как кожа, да, человека. И она впитывается в себя. Вот если вы создадите, к примеру, вот такой стакан, кстати, это подарок моего учителя первого, как талисманчик. Вот она написала мне здесь Гузель, быть тебе счастливой и любимой. Вот так и происходит. Я счастлива и любима. Вот. Если налить вот в этот вот молоченый стаканчик чай, какой-то душистый, то он будет пахнуть после того, как чай выпьешь, он будет пахнуть этим чаем. Поэтому старину были для кваса был квасник, для борща был борщевик, да, оттуда и пошли названия. И самое главное, что в этой посуде не портятся продукты долгое время. Они хранятся долго. Если не обработана посуда жидким стеклом, да, к примеру, вот уже, да, глянец, это современное покрытие, это жидкое стекло, которым покрыли после первого обжига, и опять на второй покрывают, красят специальными красками, и снова ставят в печь на обжиг повторный, для того, чтобы посуда была, не запоминала запах, и была такая симпатичная, да, имела интересное покрытие. Что вы посоветуете новичкам, решившимся начать свое дело? Новичкам я, конечно, посоветую учиться у профессионалов, да, приходить, кстати, мы также проводим обучение, у нас есть мини-курсы, где начинающий керамист может просто познакомиться и понять, нужно ли это, и насколько он хочет вложиться в эту деятельность, как творчество и хобби для себя, да, либо как уже серьезный бизнес, да, совмещаясь с творчеством, для того, чтобы получать какой-то доход. Вот, поэтому маленький курс, который не так дорого стоит, да, человек может познакомиться, получить какие-то знания и понять для себя, что это такое вообще в его жизни будет, занимать там хобби, либо это будет полностью вся жизнь его, как говорится, окунуться полностью. Кузель, спасибо вам большое за содержательное интервью, желаем вам творческих успехов. Благодарю вас. Приходите к нам почаще. Продолжение следует... Продолжение следует...